Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами Армак. И сегодня я вам предоставляю для знакомства такую игру, как Ring of Elysium, или сокращенно Рои. В которой есть некая карта, на которой вы выбираете место для вашей высадки. И ваша задача искать оружие, какие-то гранаты, может быть. Какие-то укрытия. Палатки, ну не палатки первой помощи, точнее, а медпакеты, которыми вы сможете лечиться. Вот я выбрал место для высадки. Нас здесь стартовало 20 с лишним человек. И постепенно зона карты будет сужаться. И все, кто будут оставаться за этой зоной, они будут получать урон до тех пор, пока они не проиграют. Для меня это, в принципе, первая игра в онлайне в эту игру. Игра работает у меня с притормаживаниями. С определенной задержкой. Вот я пытаюсь даже поднять, почему-то у меня не поднимаются здесь вещи. Не знаю, с чем это связано. Я уже пытаюсь и приседать, и поближе подходить. Они должны с такой беленькой окантовочкой появляться. В общем, приходится пробегать дальше. Сейчас я бегаю с дробовиком. А вот когда обратно пошел, видите, появилась окантовочка. То есть, чем было связано, что я с одной стороны мог поднимать, с другой нет, не знаю. Начинаю все это дело собирать. Начинаю обыскивать это здание. Лутаюсь. Ну, лутаться, это значит собирать какой-то полезный дробь, полезные вещи. Я довольно медленно нахожу бронь. Здесь, в этой игре, она одевается, в принципе, автоматически. После чего перезаряжаю оружие. Оно перезаряжается. Ну, точнее, не то, что перезаряжается, оно заряжается автоматически. Главное ориентироваться по карте снизу. Там пишется, через сколько там следующая зона будет. Сначала все становится синим. То, с каких зон надо убегать. Потом становится желтым. Это осталось слишком мало времени. Надо поскорее оттуда уматывать. И когда становится красным, тогда вот прям это уже последняя возможность откуда-то слинять. Тут я выбежал. Я не понял, откуда по мне начали стрелять. Мне вообще, в принципе, вступать в какие бы то ни было битвы здесь крайне сложно. Я уже объяснил, в чем ситуация. И меня могут поджидать с любой стороны. Скорее всего, там один человек. Но здесь нужно аккуратно-аккуратно сесть. Чтобы вас не сняли. Чтобы вы понимали, перед этим был небольшой тренинг, тренировочная игра с компьютерами. И даже там мне было тяжело их убивать, потому что сложно попасть, когда у тебя все идет с задержкой. Вот сейчас кинули гранату. И меня будут пытаться снять. Какова здесь задача в игре? Здесь в конце, на последней зоне, когда уже все сужается, все начинают сбегаться. Вот видите, сейчас на миникарте появилась синяя зона. Это говорит о том, что мне сейчас отсюда надо будет сматываться. Если я это не сделаю вовремя, я погибну. Но при этом мне желательно и не попадаться другим ребятам на глаза. Потому что у них наверняка нет таких лагов, как у меня. И они могут нормально целиться, нормально могут стрелять, в отличие от того, что происходит у меня. У меня даже объекты не всегда вовремя прогружаются. То есть с определенным опозданием. Даже когда я одеваю каску, и то она у меня с опозданием появляется. Пытаюсь выглядывать, смотреть, не видно ли человека, который меня здесь поджердает. Клавишей Т я вызываю себе велосипед. И сейчас на велосипеде по-быстрому постараюсь сматываться. Машины, которые здесь стоят, вроде как не все, но многие можно тоже использовать. То есть можно садиться в них и ехать куда-то на машинах. А я сейчас пытаюсь по дорожкам сматываться с этой зоны подальше. До той зоны, которая не является синей. Вообще можно дожидаться красной и только потом двигаться. Но я, видите, выдвинулся сразу. Вообще можно было еще побегать, полутать там какие-то здания. Может нашел бы что-нибудь полезного. Я до сих пор бегаю без каски. И вот здесь, смотрите, я еду на остров. Если там кто-то в домах на острове есть, то они сейчас меня будут расстреливать. Вот так вот передвигаться, как это делаю я, прям по мосту, это не самая лучшая идея, мягко говоря. Поэтому если вы едете, то желательно ехать по всей дороге в разные стороны, чтобы у вас было сложнее попасть. Так вы увеличите свои шансы на выживание. Но пока что никаких выстрелов я не вижу. И попробую забежать в дом. Надеюсь, что в этом доме никого нет и меня сейчас не убьют. Аккуратненько через клавишу F открываем. Так, ну вот, видите, только-только начали прогружаться некоторые объекты здесь. Все, то, что здесь валяется оружие, это огромный шанс того, что здесь никого нет. То есть это оружие не подобрано. Но оружие еще ладно, может у них было что-то получше. А вот то, что гранаты не забрали, это довольно-таки странно. Так что я делаю вывод, что в этом здании никого нет. Начинаю перезаряжаться, собирать оружие. В целом я не знаю, как много оружия с собой можно таскать. Думаю, что около трех видов. Не более того, поэтому какие-то надо будет выкидывать. Патроны здесь тоже заканчиваются, их надо собирать. Аккуратно поднимаюсь на второй этаж. Тоже вроде никого. Есть довольно удобный балкончик. С одной стороны меня могут снять на нем. А с другой стороны я могу попытаться по кому-то пострелять. Так, вот еще нахожу патроны. Патронов много не бывает. Но знаете, в чем еще была огромная проблема? Вот по мне постреляли. Я... Ну, еще с управлением слабо знаком. Вот сейчас одеваю каску. Поэтому я не знаю, какой клавишей можно лечиться. То есть, медкит у меня вроде как есть. И я решаю дождаться. То есть, видите, зона там становится красной. Поэтому люди там начнут погибать. И моя задача посидеть здесь, подождать. Может быть, кто-то будет с той зоны пытаться спастись, бежать в нашу зону. Вот видите, какая огромная карта. И вот мы с вами сейчас оказались в том месте, где можно выжить. Так вот, в конце, ребят, когда зоны начинают все больше и больше сдвигаться, все, понятное дело, начинают сбегаться тоже ближе к тому месту, где можно выжить. И начинается больше перестрелок, убийств и так далее. Чтобы выиграть в данной игре, не обязательно вообще воевать. Можно постоянно скрываться, играть в прятки с другими. Пытаться избегать с ним встреч. Но сделать это обычно довольно сложно. Ну, с учетом того, что мы первый раз играем в онлайне, я думаю, если мы с вами попадем в топ-10 лучших игроков, это уже будет для нас огромное достижение. Пока что, видите, игроков становится все меньше и меньше, они воюют. Опять появилась новая синяя зона. И надо сказать, что нам повезло. Наш остров маленький, на котором мы сейчас находимся, он не попал в эту зону. Поэтому либо ко мне сюда сейчас на остров начнут ребята съезжаться, либо же там чуть дальше. Они будут подальше от моего острова. Итак, давайте полутаем пока что здесь домик. Тоже видно, что много чего не подобрано. Надо поближе подходить к двери, потому что игра не понимает, что вы хотите активировать именно ее. Вообще, конечно, жутко неудобно. С такими подлагиваниями. Да еще и мышка как-то, то ли дело в моей мышке, возможно, есть смысл ее поменять, то ли не хватает мощности компьютера, но, скажем так, не идеальный отклик на ваши действия происходит. Выглядываю из окон. Я понимаю, что это не лучшее здание, в котором можно засесть, потому что здесь со всех сторон окна. И могут просто зайти, увидеть меня, а я не увижу их и расстрелять меня прямо с окна. Поэтому я принимаю решение, может быть, сейчас переплывать. Смотрю, нет ли никого на мосту. Играю, ребята, с минимальной графикой. То есть, в целом, если на максимум поставить графику в игре, она будет выглядеть, конечно же, лучше. Но это худший вариант. Плюс еще качество, конечно же, упало из-за того, что... Ну, с отличным качеством записывать данную игру крайне неудобно мне. Опять же, мощность компьютера. Стримить эту игру я тоже, к сожалению, не могу. Мощности не хватает. Ну, а вот записывать на какой-нибудь бандикам, который не так сильно жрет ресурсы, ну, вот в таком вот каком-нибудь качестве, это вполне возможно. Ну что, игроков все меньше и меньше. У нас с вами неплохая ситуация, вроде как. Уже начинает пропадать и сужаться зона еще больше. Мы с вами все еще живы. При этом один раз только в начале игры встретились с каким-то игроком. По-быстрому оттуда спетляли. Не стали проверять другие дома, чтобы не наткнуться опять на того же игрока. И продлили себе жизнь благодаря тому, что мы убежали подальше. Опять же, огромный риск был с нашей стороны бежать на этот остров, потому что добраться на него всего лишь две дороги. И если вдоль этой дорожки кто-то сядет в каком-нибудь домике, то смело могли нас расстреливать. Я заряжаю все оружие, в том числе и пистолет. Нужно очень внимательно слушать. В идеале играть в наушниках для того, чтобы слышать с какой стороны идет стрельба. Или с какой стороны кто-то подбегает. В целом управление мне немножко напоминает GTA. Потому что тоже клавиша С для того, чтобы присесть. Пробел для того, чтобы прыгать и перелазить через преграды. Правая кнопка целиться, левая кнопка стрелять на мышке. Вот уже кто-то рядом с моим островом. И мне, ребят, не повезло. Синяя зона уже на моем острове. Это говорит о том, что мне придется отсюда перебираться куда-то дальше. Но для начала мне надо посмотреть, не будут ли меня тут встречать. И чтобы быстрее отсюда куда-то добраться, наверное, в идеале взять велосипед. Но на велосипеде выше шанс, что вас услышат. Но с другой стороны это быстрее. Ну вот вы слышите выстрелы. Аккуратно-аккуратно начинаем передвигаться. Стараюсь выбрать какой-то наиболее короткий путь. Понимаю, что иду вообще немножко не туда. Вот туда мне надо идти. Да. Сейчас аккуратно-аккуратно, чтобы меня не сняли. Стараюсь каждый дом разглядывать. Смотреть, не выглядывает ли кто-нибудь там в окне или где-нибудь на балконе. Может быть, кто-то сидит или за машиной. Вот если где-то стоит машина и она припаркована непонятно как, да? То есть она неаккуратно стоит. Это тоже может быть показатель того, что там кто-то на этой машине приехал и находится рядом. Пока зона синяя, я стараюсь со всех сторон все-таки хорошенько все проглядеть, чтобы сейчас не подставиться. В целом, ездить по дорогам, это не лучшая идея. Лучше, конечно, если вы едете на велосипеде или на машине и ехать по бездорожью. Так выше шанс, что вы не встретитесь с врагами. Вот зона становится желтой. Но бежать по дороге я не рискую. Я хочу сейчас пройти мимо домика. При этом пытаться прятаться за ним. Дальше начинаю перебегать к какой-то часовеньке поближе. Вот стоит автомобиль. И я вот думаю сесть на автомобиль и попробовать отсюда на нем уехать. Но опять же, вас могут расстрелять и на автомобиле. В автомобиль попасть легче, поэтому его проще взорвать. Плюс могут хорошенько прицелиться с какой-нибудь снайперской винтовки. И потушить меня довольно-таки легко. Каждое оружие бьет с разной силой. Есть те, которые с одного удара выстрела убивают. Есть которые с нескольких. Так, и что мы сейчас видим? Что зона уже становится красной. Крайне мало времени. И мне сейчас нужно ускориться. Вот по мне был выстрел, видите? Но вроде ничего страшного не произошло. Так, а там красная зона. Видите, мне туда ехать нельзя. Мне сейчас надо найти возможность для того, чтобы развернуться и поехать в ту зону, где будут последние бои происходить. Но опять же, я буду очень сильно заметен. Скорее всего, меня сейчас просто снимут. Как раз таки из-за моей сверхзаметности. Начинаю ехать дальше. Вон я вижу впереди человек. И, возможно, мы его сейчас задавим с вами. Почему бы и нет. Так, у нас хотя бы появляется возможность это сделать. Да, вот первый килл, ребята. И все, мы оказываемся внутри зоны. У меня уходит здоровье. И я проиграл. К сожалению, нехватка здоровья нас убила прямо внутри машины. Все. Мы оказались за зоной, ребят. Но с первого же раза мы заняли шестое место. Я думаю, это очень круто. И даже смогли одного убить. Ну как убить? Задавить на автомобиле, но тем не менее. Одно убийство и шестое место. Стартуем с вами еще раз. С каждой игрой, я думаю, мы все больше с вами будем разбираться в управлении. Вот такой вот формат. Он называется Королевская битва, когда всех выкидывают где-то на какую-то местность и должен выжить один. Но здесь могут выжить четверо в данной игре. То есть в конце прилетает вертолет и четыре человека могут залезть в него. Но проблема в том, что обычно возле вертолета уже сидят какие-то снайпера, которые хотят вас убить. И когда вы залазите на вертолет, а лезть по нему надо довольно-таки много, он скидывает лестницу. То пока вы туда лезете, вас убивают. Обычно ребята не спешат залезть на вертолет. Хотя есть рисковые парни. Так, ну что, точку для высадки я уже выбрал. Есть разные карты в данной игре. Вообще есть еще более реалистичный, скажем так, по мне вариант выживания. Тоже Королевская битва, который называется сокращенно PUBG или PlayerUnknown's Battleground. Вот в него бы я поиграл, если бы он у меня тянул, к сожалению. Но игра платная, если вот эта вот игра бесплатная, вы можете зарегистрироваться в Steam и бесплатно ее установить и играть, то PUBG это платная игра, к сожалению. Ну и ресурсы компьютера он жрет больше. То есть если ROI у меня запускается, то PUBG, я думаю, что нет. Так, ну тут вот какие-то тоже точки появляются. Я не сильно разбираюсь для чего они. И начинаю бегать, проверять здесь здание. Ну и вот, смотрите, у меня даже не появляется клавиша F для того, чтобы открыть двери. То есть я так понимаю, если в PUBG ты можешь заходить в каждое здание, то здесь есть здание, в которое ты зайти не можешь. Либо же, может, они открываются в тот момент, когда здесь зоны нет или зона начинает сужаться. Ну то есть я не знаю толком механики в данной игре для того, чтобы делать какие-то конкретные выводы, точнее. Вот в магазинчике мы немножко с вами нашли лута для себя. Начинаем собирать. Находим каску, которая, видите, до сих пор еще не появилась на мне. Появится с опозданием разбитый автомобиль. Еще одно здание, в которое снова нельзя зайти, к сожалению. Ну, разве что если разбить окно, может, можно запрыгнуть. Но если я начну стрелять, меня могут услышать. Вот лестница. И даже по лестнице нельзя лезть. Ну вот что это такое? Не знаю, это огромный минус, мне кажется. Если действительно есть здания, в которые нельзя зайти, зачем они тогда вообще тут надо? Просто для красоты. Мне кажется, смысл данной игры не наслаждаться красотами вокруг, а использовать каждый объект для укрытия и победы. Ну, тут я абсолютно неправильно, конечно, делаю. Бегать прям посредине дороги, вот так вот. И снова здание, в которое я не могу зайти. Уже появилась синяя зона, которая скоро начнет пропадать. Я начинаю забегать в какую-то непонятную комнату. Там, кстати, ничего толкового нету. Здание огромное, но найти здесь толком ничего не могу. Так, ну здесь тоже пустовато как-то, нет? Как-то слишком пустовато. И много вот этих вот треугольничков светится, но я ничего не могу найти. Перехожу на следующий этаж. Тоже тишина. И вот, вот я начинаю находить здесь оружие, броню и всё остальное. Так что ситуация становится немножко получше. И вот, смотрите, только сейчас у меня начинают прогружаться сидения, которые здесь были. И это получается какой-то кинотеатр, в котором мы с вами сейчас лутаемся. Так вот, думаю, как подобрать. Опять у меня почему-то не обводятся. Ладно, заряжаем то, что есть. Вот не знаю, почему вот такие вот баги идут, когда ты не можешь подобрать. Такие вещи непроработанные, мне кажется, они отбивают желание. Играть в эту игру, нежели наоборот способствуют тому, чтобы игра становилась популярней. Но я надеюсь, что на мощных компьютеров таких проблем нет. То есть, это только нет нормальной оптимизации под слабые компьютеры, очевидно так. Будем на это надеяться. Так, тут ещё есть немножко. Оружие, гранаты. Ну, гранаты тоже тут. Надо приловчиться, чтобы их бросать туда, куда надо. Надо определиться с траекториями. Думаю, подбирать или не подбирать. Это оружие. У вас всегда, видите, два оружия может быть за спиной, одно оружие в руках. Одновременно. Плюс всяческие гранаты, флешки. То есть, есть дымовые гранаты, есть и которые взрываются. Там уже по ситуации вы можете их использовать. Ну что, выхожу из здания я с другой стороны. Начинаю тоже потихонечку спускаться. Людишек уже в живых осталось не так много. Ну и опять же, тут чисто приходится угадывать, как ты думаешь, где по итогу будут проходить последние бои. Никто не знает, где именно надо занимать точку. Вот если бы заранее было известно, понятно, что многие уже сидели бы и ждали остальных. Каждый бы старался добраться туда быстрее. Вот я не могу залезть в машину. Опять же, у меня, к сожалению, не появляется возможность сесть. Вот второй автомобиль. Тоже я в него сесть не могу. Опять же, это просто для красоты. Не знаю. Мне такое не нравится. Напоминает какой-то GTA, в котором обещают сделать открытый мир. И спустя столько лет они так и не умудрились сделать полностью открытый мир. Примерно та же ситуация. Мне видится сейчас и тут. То есть машины здесь стоят просто как укрытие. Ездить у них здесь не получается. И даже этот автомобиль тоже получается, что сесть у него нельзя. У меня есть вариант попробовать сбегать на остров. Но также есть варианты побегать здесь. То есть здесь мы по каким-то грядкам, какие-то кусты насажены. Стараюсь, видите, с небольшим приседанием бегать. Бегать между деревьями. На открытую местность стараюсь не выбегать. Ну, только когда это необходимо. Вот сейчас, например, да. То есть никаких укрытий особо нет. Стараюсь держаться поближе к кустам, к деревьям, чтобы в случае чего надо было куда-нибудь упасть. Либо присесть и можно было как-то спрятаться. А на открытой местности, если бежать, тогда, конечно, шанс того, что вас увидят и расстреляют, он очень сильно увеличивается. Поэтому, видите, из-за всех вот этих вот багов и проблем, которые я имею с данной игрой со своего компьютера, к сожалению, маловато экшена вы видите. То есть я крайне редко вступаю в схватки. Ну, точнее сказать, я в них практически не вступаю. Наоборот, стараюсь слушать, где идут бои и просто эти места обходить подальше. Но такой вариант выживания, он тоже вполне себе возможен. И с таким вариантом выживания тоже вполне себе можно попадать в топ-десяточку. Да и в топ-пятерочку, в принципе. Если вы это будете делать грамотно. Если у вас хотя бы не будет таких опозданий, как у меня, например. И проблем, то можно без боев рассчитывать даже на что-то большее. Так, ну, в этом здании ничего нет. Когда здесь подбегал, то побаивался, что кто-то из окон будет меня расстреливаться. И бегаю между камнями, деревьями и так далее. Пытаюсь определить, по какому направлению я быстрее смогу дойти. Пока что время есть, видите. И я продолжаю просто бежать. Когда его не будет, надо уже вызывать, наверное, будет велосипед. Вот там вот я вижу небольшое здание. Меня могут расстрелять с окон. Поэтому, чтобы меня не расстреляли, я спрятался за холмом. Вот левее тоже есть еще одно здание, которое было бы неплохо проверить для начала. Вроде как немножко времени еще есть до того, как здесь начнется неразбериха. И я хочу понять, есть кто-то здесь или нет. Я вижу, что здесь припаркована машина. Но, с одной стороны, я не знаю, она изначально на этой карте здесь припаркована или кто-то сюда приехал на ней. Я вот сейчас потихонечку начинаю обыскивать это место. Вроде гранаты не подобраны. И, судя по всему, здесь все-таки никого не было. Начинаю собирать патроны. А вот есть все-таки кто-то рядом. Я даже слышу выстрелы. Не уверен я, что эти выстрелы по мне. И, смотрите, 50 секунд до исчезновения зоны я зажимаю клавишу shift и на всех парах начинаю из этой зоны выбегать. Бегу даже по открытой местности. То есть, из-за того, что я засиделся, у меня уже других вариантов-то особо и нет. Ну, я думаю, что успеем, успеем добежать. Тут пробегаю за камнями, чтобы уменьшить шанс того, что меня там кто-то где-то будет снимать. И все так же между всяческими преградами стараюсь продвигаться дальше. Вообще, здесь есть вариант даже играть в командах по 2 человека. Можно играть в командах по 4 человека тоже с выживанием. Ну, а можно вот так вот каждый сам за себя. Но народу как-то сильно мало. Если в том же пубге по 100 человек на карте выживает, то тут больше 60 быть не может. Так, и появляется синяя зона, ребят. Я оказываюсь в этой самой синей зоне. И мне сейчас надо будет продвигаться дальше. И вы посмотрите. Исчезнет вся зона, останется только остров. То есть, все сейчас будут просто брать и бежать на этот остров. Вообще, в целом, здесь как-то можно переодеваться в водолаза, для того, чтобы нормально плавать. Но, к сожалению, я в этом плане не силен. И еще не знаю горячих клавиш. С этим нам еще предстоит разбираться. Поэтому, судя по всему, мне придется, ребята, переплывать вручную. И пока я буду переплывать, я буду уязвим. Во-первых, я не смогу стрелять. А во-вторых, смогут стрелять по мне. И когда ты черный, то на синем фоне, мне кажется, ты очень даже серьезно выделяешься. Вот сейчас я буду наиболее уязвим, пробегая через дорогу. Меня с любого края сейчас могут заметить игроки. И вот уже едет машина, ребята. Я надеюсь, что меня не заметят. Даже не оборачиваюсь, стараюсь просто двигаться дальше. Нет. Нет, ребят, нас просто расстреливают. Но мы занимаем десятое место. Вот, смотрите. А этот переодет водолаза. Он сейчас нас полностью лутает. Давайте переключимся, понаблюдаем за этим игроком. Вот там, где он нас завалил, он сейчас проверяет, что у нас тут было полезного. После чего, видите, плывет дальше. Вот эти вот красные дымы, которые идут, это так называемые... Ой, забыл, как они называются. Ну, тоже, в общем, самолеты скидывают эти дропы. Там обычно что-то хорошее есть. И некоторые даже пытаются сражаться за подобный лут. Вон там один, видите, на своих крылышках спускается на аэроплане. Вот, обратите внимание, как он бегает. Он бегает в разные стороны, плюс он ныряет. А я вот, видите, из-за того, что не переодевался, чтобы с такими ластами передвигаться, меня довольно быстро и легко убрали. То есть ты медленный, ты не можешь стрелять. А вот, когда ты плаваешь таким образом, то ты снизу даже можешь стрелять. Вот он сейчас занырнул, его абсолютно не видно. Но он видит человека, который здесь, помните, с аэроплана высадился? Всё, он его убивает. Это четвёртое убийство на карте для него. Третьим был я. И вот людишек становится всё меньше и меньше. Ну, заодно вот попробуем до конца игры досмотреть. Для того, чтобы у вас была возможность вообще посмотреть, как тут игра заканчивается. Потому что я тут не доживаю. Ну, действует грамотно. Старается не попадаться на глаза. Так, а вот лежит, видите, круглая фигнюшка. Там тоже полезный дроп. Сейчас он использует шприц для того, чтобы пополнить себе здоровье. Вон он заметил человека, который там внутри сидит. Человек для того, чтобы в него сложнее было попасть. Дымовую шашку. Смотрите, пока тот убегал, этот вдогонку его снова-таки расстрелял. То есть, это уже его пятое убийство на карте. И, ну, как минимум три убийства он сделал на воде. То есть, такой себе морской волк. Так, и вот, смотрите, скоро начнет пропадать и эта последняя зона. На мини-карте показана буква N, наша английская буква H, которая показывает, где зона высадки вертолета. И видно, как вертолет начинает туда двигаться. Вот, если вы хотите спастись, вам нужно попасть на этот вертолет. Но зачастую ребята просто сидят и караулят возле этого вертолета, чтобы расстреливать тех, кто, особенно являясь новичками, сразу же пытается залазить на него. Вот здесь идет перезарядка. В прицел пытается хорошенечко рассмотреть местность, потому что он понимает, что все будут бежать к самолету. Сложно предположить, кто с каких краев это будет делать, но то, что все будут сбегаться, и кто-то будет пытаться сразу залазить, кто-то будет расстреливать тех, кто будет залазить, но в любом случае нужно очень и очень аккуратно следить за происходящим там. Вертолет уже, в принципе, ждет. Остается чуть меньше минуты до того, как все это дело начнется. Вот он, видите, караулить лестницу, смотрит, будет там кто-то залазить или нет. И те, кто залазит, они очень сильно рискуют, потому что лестница довольно-таки высокая там. Быстро залезть не получится. Я так понимаю, специально сделана анимация довольно медленная на залазании, потому что это возможность спастись. Ой-ой-ой, его, похоже, здесь расстреливают или нет. У меня даже игра поднеет, он успевает спрятаться. Видите, когда столько пуль полетело, у меня даже игра зависла. Ну, основная проблема у меня на компьютере, это, конечно же, видеокарта. Она хоть и на 2 гигабайта, но она офисная. Очень-очень медленная. Все, смотрите. У него начинает забираться здоровье из-за того, что он оказался в этой зоне, которая уже, можно сказать, исчезла. Я не знаю, как это считать. То ли радиация здесь действует, то ли что-то еще. Но здоровье постепенно уходит и уходит. Поэтому придется часто делать себе уколы, которые восстанавливают здоровье, иначе здесь просто не спастись. Ну, он, видите, абсолютно не спеша. Он ждет, пока там ребята позалазят. Показано, что трое еще не спаслись на карте. Один уже спасен. А трое, вот, ну, вместе с ним трое имеется в виду. Еще двое, ребят. О, так он, смотрите, еще и подлетел вверх. После чего на аэроплане решает залезть в вертолет и таким образом спасаться. Там перед стартом игры можно выбирать. Все, он спасен, ребят. Остается еще двое, ребят. Неизвестно, насколько далеко они находятся и где они в целом. Ну, неплохо, неплохо, что сказать. Сейчас подождем, посмотрим, сколько же человек здесь будет спасено. Но если ребята не успеют добежать до вертолета и попытаться спасти себя, то рано или поздно у них закончатся медкиты эти для лечения со шприцами. И они будут просто убиты самой зоной. Я не знаю, как здесь переключаться, чтобы посмотреть за какими-то другими игроками, а не за тем, который уже здесь спасен. Ну, мы с вами постепенно будем учиться. Если вам эта игра будет интересна, вот, следить за этим форматом, то какие-то видео, может, хотя бы периодически мы по ней будем с вами выпускать. Плюс в этой игре мы можем с вами даже толпой собираться, устраивать так называемые пати. Ну что, вертолет улетает, и смотрим количество спасенных. Спасено двое, да? То есть двое так и погибли, получается, от зоны. Но ничего, дважды мы попадаем с вами в топ-10, это замечательно. И попробуем сыграть еще раз. Это третья и последняя игра для этой записи. Много играть не буду. Так, вот здесь вот я, почему-то нажимая, не могу выбрать место для высадки. То ли анимация не появляется, то ли я даже не пойму, ребят. Ну, в общем, стартую, не знаю, в каком-то, наверное, случайном месте. Судя по всему, так и есть, потому что то место, в котором я появился, здесь нет зданий. Мне придется начинать с того, что надо определиться, к каким зданиям мы с вами сейчас будем бежать. Ну, побежали. Изначально нам дается дробовик. Есть хоть какое-то оружие. Это тоже довольно-таки большое отличие этой игры от того же Пубга, в котором ты стартуешь, можно сказать, что голый, у тебя нет никакого оружия. И тебе приходится все это пытаться найти. Там даже кулачные бои можно на старте игры увидеть, когда встречаются два игрока, у которых нет оружия вообще. Здесь такого нет, видите, здесь изначально даются хотя бы дробовики. Есть три набора, из которых вы выбираете один, с которым вы стартуете. Кто-то может велосипеды взять, там, как я, да, кто-то аэропланы берет, кто-то берет для скалолаза сборник, чтобы можно было лазить по стенам, по горам и так далее. Так, ну что, аккуратненько забегаем в эту местность. Сейчас тоже будем с вами здесь проверять, что есть по оружию. Так, ну это всего лишь часть оружия, а не само оружие. Продолжаем все это дело собирать. Так, а вот и наше первое найденное оружие вместе с патронами. Уже хорошо. Сразу же его заряжаем. Дробовик, он хорош для ближнего боя. Вдаль стрелять с него смысла нет никакого. Как у нас будет происходить встреча и куда нам придется стрелять, пока что не очень ясно. Забираемся повыше. Тут такой небольшой поселок. Так, ну я вроде никого не вижу. Это какая-то бильярдная. Но самое главное, что на теннисных столах, на бильярдных можно кое-что понаходить. Здесь же находим и броню, и шлем. И уже понятно, что местность, в которой я нахожусь, она попадает под зону. То есть нам отсюда сейчас надо будет, ребята, по-быстрому сваливать. Снова броня и части оружия. Там прицелы всякие можно находить. Какие-то улучшения там, которые тоже можно одевать для оружия. Как-то улучшать саму стрельбу. Глушители, по идее, тоже должны находиться. Если вы играете роль какого-то ассасина, который действует незаметно, хочет, чтобы и во время выстрелов его было, практически не слышно. Тогда подобные вещи вам очень даже подойдут. Все, выбегаем отсюда. Я смотрю, куда мне надо бежать. И, ребят, бежать придется очень далеко. Придется либо плыть, либо использовать возможности перемещения через мосты. Но через мосты это очень опасно. Так, я вызываю велосипед. И для того, чтобы успеть добежать. Так, рядом вон машина поехала. Я специально немножко притормозил, чтобы меня не расстреляли. И ехать так же по дороге, как это делает автомобиль, я, наверное, не буду. Сейчас я еще раз проверю карту. И я лучше поеду по бездорожью. То есть этот автомобиль, видите, уже мимо меня проехал. Если бы у меня была возможность нормально этот автомобиль встречать, можно было бы это сделать. Ну а поскольку я адекватно здесь стрелять не смогу, я, конечно же, его просто пропустил. Ну а сам повторять его же ошибок не хочу. Я буду двигаться по бездороге через леса. Тоже, кстати, очень нереалистично. Ты проезжаешь сквозь деревья. Ну что это такое? То есть я так понимаю, в этой игре вообще никакой ставки на реалистичность. Здесь просто такой себе формат выживания, под который ты подстраиваешься. Уже желтая зона становится, начинаю ускоряться, лететь еще быстрее. При этом здания стараюсь объезжать и возле них проезжать на определенных расстояниях. Не всегда это получается, но, по крайней мере, большие поселки я стараюсь объезжать, не попадаясь на глаза. Чем дальше я нахожусь, тем меньше вероятность, что по мне там оттуда попадут. Конечно, да, зона желтая, вроде как отсюда надо бы уходить. Но если у них там довольно много уже найдено медкитов, медпакетиков, да, то они могут здесь вполне пережидать зону. Таким образом, когда уже все отсюда ушли, они спокойно себе будут просто из этой зоны выходить. Но я думаю, что они все равно должны сидеть не где-то там по центру зоны, а по краям зоны, чтобы им недалеко было убегать. Есть вообще ребята, которые охраняют края зоны и встречают ребят, которые пытаются спастись от зоны. И они их просто дорастреливают и не дают им из зоны выйти в местность для выживания. Вот, уже красным начинает мигать зона. Я все больше и больше начинаю лететь вперед. Но мне бы не хотелось опять в воду, ребят, лететь, наверное. Вот сейчас слез отсюда. Просто помните, да, как нас убили в прошлой партии на воде, поэтому огромный риск будет. Вон, я уже вижу лодку. Вижу лодку. А вот ничейная она или кто-то там поджидает, мне неизвестно. Попробуем рискнуть еще раз. Поплыть на воде. Но плаваем мы очень медленно, а у нас меньше минуты до наступления. Зоны. Будем надеяться на лучшее. Но я думаю, если мы и успеем, то где-то так, ближе к притыку, да? То есть, в притирочку. Тютелька в тютельку, как мы любим с вами говорить. Как же это медленно. Ну, следующее видео, если будут по игре, там уже надо изучить адекватное управление. Вот, смотрите, на лодке один встал на дыбы. Пролетел спокойно. Ну, хорошо, что он, по крайней мере, нас не заметил. У него есть задача поважнее. Он спасается от зоны. Ну, если бы он нас заметил, я думаю, что пошел бы расстреливать. Ну, вот так. Вот, слышны выстрелы уже. То есть, местность, в которую я иду, там уже ребята поджитают. И смотрите, успеть-то спастись от прошлой зоны, да, мы смогли. Но, вдобавок ко всему, здесь уже тоже синяя зона. Пока я доплыву, там уже недолго останется и до желтой зоны. Мне придется искать варианты, как добраться еще дальше. С другой стороны, пока рядом со мной никого нет. И, вроде как, вот это вот плавание, оно более-менее безопасное. Вот, когда мы выйдем уже на открытую местность, здесь шансы на то, что мы будем убиты, они увеличиваются. Так, аккуратненько смотрим, куда нам надо идти. Ну, тут, в принципе, не так уж и далеко, но остается 3 минуты. До наступления этой ядерной зоны. Аккуратно, аккуратно, перебежками с приседаниями пытаемся понять, куда нам надо бежать. Ну, где-то примерно так. Тут автобусная остановка и телефонная будка. Нам они не нужны, мы пробегаем с вами дальше. И все так же, ребят, по старой схеме между лесами, между камнями, пробираемся дальше, стараясь не попадаться на глаза ребятам. На данный момент, если нас убьют, то мы в топ-десяточку не попадем, поэтому мы стараемся делать все возможное, чтобы выжить до того момента, пока их останется меньше. Тут какая-то автостоянка и местность там очень сильно открытая, я туда, пожалуй, не пойду. Вообще здесь тактики выживания, конечно, самые разные можно встретить. Кто-то старается побольше домов успеть налутать и побольше оружия, гранат, всяческих мидкитов, брони и так далее. А кто-то, наоборот, вот играет в прятки, старается избегать каких-либо конфликтов. Кто-то, например, мало лутает дома, а больше старается убивать людей, то есть поджидать где-то на каких-то местах. Вызываю, точнее, велосипед, начинаю мчать вперед, понимая, что я могу не успеть. Так вот, те, кто поджидают и убивают людей, им даже лутаться не надо, потому что они убивают уже тех людей, которые бегали, собирали какие-то оружия. И убив этих людей, ты просто все забираешь себе. То есть ты себе во многом облегчаешь жизнь. Но когда ты вступаешь в постоянные схватки, понятное дело, что и вероятность того, что ты погибнешь, она увеличивается. Поэтому каждый сам выбирает для себя наиболее удобные варианты. Я здесь, видите, в роли такого выживающего и спасающегося от остальных, но это вынужденная мера. То есть пока не будет возможности у нас хорошенечко целиться и играть без тормозов, то играть по каким-то другим стратегиям, мне кажется, это будет лишнее. Ну, в целом, как по мне, то пуп гораздо интереснее. Больше народу, больше экшена. То, что оптимизация может быть похуже, это да, но... И то, что игра платная, это тоже минус. Но если ты собираешься в нее играть часто, если тебе нравится формат, вы слышали там выстрелы. Ну, это понятно, это уже одна из последних зон. Так, ну, я буду оббегать эту местность, наверное. Сделаю это по-быстрому на велосипеде. И едем поближе к уже последней, наверное, зоне. Уже 11 человек осталось. Так что шанс на то, что мы с вами попадем в топ-десятку, он снова увеличивается. Так, ну и все. Можно сказать, что от зоны мы спасены. Тут уже надо с этого велосипеда потихонечку слазить. И искать варианты. Где можно спрятаться, по лутаться. Ну, я решил поехать в поселок. Но, в принципе, в поселке шанс встречи с соперниками выше. Может быть, это и не лучшая идея. И я могу сейчас не попасть в топ-десяточку из-за этого. Но рискую. По-быстрому залетаю в первый же домик. Закрываю за собой дверь. И давайте проверять. Залут она тут уже или нет. Ну, залут она, да. Вот только сейчас, видите, мебель прогрузилась с огромным опозданием. Да. Вот, тоже, видите, начинают прогружаться декор в этом здании. И даже появляются вещи. То есть, изначально они не прогружаются, ты их не видишь. Потом они прогрузились, они здесь есть. Точно так же, может быть, помните, мы с вами видели треугольнички, которые якобы лежали пустые. Вполне возможно, что под ними что-то было, но нам надо было ждать, пока там прогрузится. Ну, разработчики, видите, они решили, что вот такое вот запоздалое прогружение на слабых компьютерах, это нормально. Видимо, именно так они делают оптимизацию. Ну, один из возможных вариантов. Как по мне, не самый лучший, но... Имеем то, что имеем. Там уже красная зона начинается. На балконе тоже, наверное, стоять не буду. Тем более, снайперской винтовки у меня нет. Вот так, выстрелы идут. Неподалёку. Значит, здесь, в посёлке, я не один. Стараюсь для начала осмотреться. Нет ли здесь кого-нибудь рядом со мной. Но зато уже, ребята, осталось меньше десяти, так что мы с вами снова в топ-десяточке. Здесь можно переключаться, играя либо от третьего лица, как сейчас мы играем, либо от первого лица, как в том же Counter-Strike, например. Кому как удобней. Ну, от третьего лица проще видеть, что происходит вокруг тебя. А от первого лица удобней целиться. Поэтому, что для вас важнее, смотрите сами. Я, поскольку не делаю ставку на бои, мне лучше играть от третьего лица. В данном случае это благодаря тому, что... Я могу, например, выглядывать из-за каких-то укрытий, даже не выходя из этого укрытия. Смотреть из-за каких-то преград. Всё, эта зона скоро будет... Исчезать. Хочу... Ну, вообще, подбираясь поближе к вертолёту, я увеличиваю шанс на то, что... Быть убитым по итогу. Тут надо очень аккуратно осматриваться, потому что неизвестно, с какой стороны тебе может прилететь. Пытаюсь осматриваться, чтобы, может быть, где-то кого-то увидеть. Вот, подлетает вертолёт. Сейчас все ребята, которые выжили, они будут пытаться сбегаться тоже здесь. Так что не думайте, что один я здесь сейчас за этим вертолётом наблюдаю. Вот. И вот там вот, за горой, можно попробовать залазить на вертолёт. Зона уже становится жёлтой. Вроде как опасно находиться далеко. И я пытаюсь подбежать сейчас поближе. Возможно, это ошибка. Возможно, за это придётся поплатиться. И вот по мне начинают стрелять. И убивают. Вон, видите, человек за горой сидел. Ну, я не знаю, он ли меня убил или нет, но мы с вами заняли пятое место. То есть, по итогу, ребят, шестое место, десятое и пятое. Как для первого раза и для такого нубасика, как я, я думаю, это огромное достижение. При том, что нормально отстреливаться мы с вами, к сожалению, не смогли. Но, в целом, соперничать с остальными даже так можно. Даже так, ребята. Ну, а если играть более аккуратно, то... Вот, видите, один дождался, пока второй начал залазить туда. Поэтому убивает уже третьего. Вот, наступает сама зона. И он просто сейчас, убив того, который не дождался, спасается сам. Так что посмотрим, сколько сейчас будет выживших. Ну, а так, в целом, пишите свои отзывы в том плане, понравилась ли вам данная игрушка. Интересно ли в будущем будет вам наблюдать за чем-то подобным. Но, я думаю, если сама игрушка, сам формат вам нравится, то, возможно, однажды мы с вами все-таки обновим видеокарту, и тогда уже полноценно можно будет все это дело разыгрывать. Или же просто обновить видеокарту и купить все-таки пук, PlayerUnknown's Battleground, и играть с ним. Вот, смотрите, снизу бегает человек, занимаясь ерундой. То ли он кого-то боится, то ли решил использовать со своей стороны все медкиты, которые у него есть. Непонятно для чего, типа, похвастаться, сколько я могу выжить под зоной, что ли. Все еще пытается отстреливаться. Но он просто единственный выживший. Больше на карте нет никого. И он до сих пор что-то бегает там, осматривается. То ли это новичок, вот у меня два варианта, либо же он просто как бы выделывается, наверное. И пытается все медкиты использовать. Все равно же они нигде потом не остаются, судя по всему. Ну, просто стоит и не заходит, не знаю. Вроде и ходит возле этой лестницы. Так, чтобы не заметить ее, но я не знаю, что должно произойти. Ох уж эти хвостоны, да, ребят? Ну, что ж, ребят, если видео вам понравилось, не забывайте поставить палец вверх. Пишите комментарии. Давайте ссылочки на видео своим друзьям. Чем больше просмотров, больше комментариев, больше лайков, дизлайков, тем выше вероятность, что видео по тем играм, которые вам понравились, они будут продолжать выходить. Ну, давай уже залазь, ну сколько можно там бегать снизу? Сколько у тебя там медкитов? Вот, наконец-то этот человек дотумался и по итогу залез. Все, ребят, эти игроки спасены. А у меня на этом все. С вами был Армак. Всем пока. До новых встреч. Это был Ring of Elysium.